Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече и хотелось бы сегодня начать нашу программу с библейского стиха. Книга Иолы, шестая глава. Что за сил у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней, твердость моя? Имеет ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Гость нашей программы тоже задавал себе вопросы. Как изменить свою жизнь к лучшему? Как избавиться от комплексов, проблем? И он смог найти ответы на свои вопросы. И он нашел их в Боге. Ну а как это произошло, он сам нам об этом расскажет. Итак, у нас в гостях Виталий. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Виталий, расскажите, пожалуйста, немного о своей семье, в которой вы родились. Чем занимались ваши родители? Ну, мои родители простые люди. Отец работал в медицинском учреждении. Он зубной техник. Мать бухгалтер. Сейчас они на пенсии. У него уже много лет. У меня две сестры есть, у которых уже взрослые дети. Ну, я тоже женатый. Но, к сожалению, как говорят, Бог не дал детей. А у вас родители верующие были? Вы верующие в семье родились? Нет, родители не были так верующие, чтобы откровенно. Никому не заявляли об этом, не говорили. Ну, и в семье мало об этом говорили. Хотя в моей семье, в семье моей матери, ее дед был священником, священнослужителем. Ну, и вот в период репрессии он просто исчез. Его увезли куда-то, в ЧК, видимо, я не знаю, приехали за ним, забрали и пропал. Со стороны отца, его дед, то есть мой прадед, я помню его, он умер где-то под сто лет ему было. Он тоже был верующим человеком. Он подарил мне первое Евангелие, еще до революционного издания. Это вам сколько было тогда? Это было, наверное, я... Да, я приходил из армии в отпуск, и мы ездили к ним в гости туда, на родину к отцу. То есть вы уже были достаточно зрелым в возрасте? Да, но я на это посмотрел как бы даже иронично. Открыл несколько раз, почитал что-то, ну, мало что понял. И так оно пролежало, не знаю, где оно сейчас находится, наверное, у одной из моих сестер. А до армии вам рассказывали что-нибудь, вот, ваш прадедушка, о Боге? Нет, совершенно ничего не говорилось. Ну, а в школе, естественно, учили, что никакого Бога нет. Ну, тогда вообще не говорилось об этом. И в армии об этом никто ни о чем не говорил. Не встречалось мне людей, которые были верующими, глубоко верующими, чтобы кто-то что-то мне об этом сказал. Уже позднее стало появляться что-то. А как дальше складывалась ваша жизнь? Вы были в армии, пришли из армии и пошли учиться куда-то? Ну, сначала пошел работать. Работать просто туда же, где работал до армии. На завод, токарем. Но мне это не понравилась уже работа. Почему-то она меня тяготила. И заработки стали низкими. Я подумал, что нужно куда-то другое место пойти. Менять профессию. Менять профессию. А куда менять профессию? В армии я был связистом. Ну, подумал, надо идти в работу, связь. Ну, ничего лучшего не придумал, как пойти на районный узел связи. Мне предложили там электромонтером по обслуживанию телеграфных аппаратов. Сейчас, наверное, телеграфные аппараты уже мало кто пользуется. У каждого в кармане свои телеграммы послал, кому хочешь. А тогда нужно было. И проработал я месяца два. И мне сразу говорили, что долго здесь не проработаешь. Сколько ребят до тебя приходило, и все сбегали. А с чем это было связано? Работа очень скучная. Не то, что в армии, мне нравилось. Я сидел на связи, у меня был передатчик, приемник. Я слушал эфир, передавал что-то. Стоял телеграфный аппарат, тоже нужно было следить. То есть интереснее было намного. Общение с дежурным было, когда никого нет больше рядом. И я думал, что и здесь у меня так же будет. Но когда я пришел туда, меня отправили где-то на месяц на обучение. Я разобрался, как телеграфный аппарат работает. Был вообще поражен его работой такой сложностью. И так слаженно он работает. Такая простая система, но так интересно устроена. Как-то люди додумались до такого еще, думал. Ну, вернулся обратно на свой узел связи, отремонтировал, очистил, отрегулировал все аппараты и сидел просто без дела. Целых 8 часов. И думал про себя, если я сейчас уйду, а по мне тоже будут говорить, сбежал. А начальник узла связи говорил о том, что можно поступить учиться. Вот в технику многие у нас уезжают, в Ростовский политехникум связи. Я подумал, это будет хороший, так сказать, повод, чтобы уйти. Ну и подал заявление. Но не на проводную связь, а на радио. Потому что мне больше нравилось радиовещание. Радиосвязь. Ну и вот, отучился я 3 года. Сейчас я даже не знаю, зачем я там учился. Может быть, только для того, чтобы встретить и потерять одного человека. Может быть, только для этого. Я даже не знаю, для чего. Потому что в жизни мне это совершенно не пригодилось. То есть вы были знакомы с человеком, который как бы... Ну, познакомился. С девушкой, с которой не смог завязать отношения. Не только из-за того, что я комплексовал. Хотя, как я потом узнал, я и был тоже не безразличен. Но она мне сказала, что поздно. А с чем были связаны эти комплексы? Это, видимо, тянется и с детства. Я уже, когда стал ходить в церковь, когда стал верить в Бога, уже это стало как бы проверять, почему. И всплыло из памяти, что бабушка, у которой я когда-то жил, рассказывала, как я глядел в окно. Я жил у них, а потом и мама мне рассказала об этом, что в полуторалетнем возрасте меня оставили где-то на полгода. И так раз в неделю, наверное, навещали родители. То есть родители уехали, оставили вас с бабушкой? И я все время ждал маму. Она рассказывала так вот, даже когда я стал думать об этом, у меня вот к горлу комок подошел. Надо же, так надо ребенком издевались. Протягивал, мол, ручонки там увидит женщину, вот мама идет. И, видимо, где-то в подсознании, наверное, отложилось, что я недостойен, чтобы меня любили. Я все время хотел быть хорошим, послушным, чтобы потом меня родители... Я все время жил потом с родителями, они меня любили и заботились, и никогда больше не бросали. Но где-то внутри сидело. Это как бы опять не отвезли к бабушке с дедушкой. Хотя и бабушку с дедушкой я любила. Каждый лет я у них отдыхал. И прям мне хотелось туда поехать. Но вот что-то такое внутри было. И я считал, что я недостоин внимания другого человека. Что если я подойду к этой девушке, которая мне понравилась, и заговорю ей, то она просто отвернется от меня. Я вот вспоминаю, несколько раз мне снился один и тот же сон, в котором я видел некую девушку, которая мне нравилась. И я с ней говорил. У нас завялось какое-то общение. Но тут появлялся другой юноша какой-то. Она полностью переключалась на него. Они уходили. И я оставался совершенно один. Вокруг какие-то люди тоже уходят. И серая такая непроглядная тьма. И ощущение такой, я не знаю, как бы это назвать, пронзительного одиночества. Никакой надежды ни на кого. Никого не вижу вокруг. На кого бы можно было посмотреть, кому бы подойти, с кем-то иметь общение. Ну, видимо, вот это такое через всю эту жизнь и протянулось. То есть оставила отпечаток данной ситуации в вашей жизни. Да. Ну, а там, что вот еще в школе, как нас учили в то время, что и сейчас, по-моему, еще продолжают, что теория эволюции, она давит на всех. Что человек произошел от обезьяны, случайно там появился, случайно исчез, и больше тебя нет. И никому ты не нужен. А вы задумались вообще когда-нибудь над этим? Действительно это так? Или, может быть, есть какое-то другое? Ну, я не сказал бы, чтобы вот прямо я конкретно задумался над этим. Но какие-то вот мысли, видимо, появлялись. Ну, а когда вот стало все открытым, когда стали уже говорить о Боге открыто, я смотрел на верующих сначала с какой-то иронией. Однажды, когда я уже женился, ко мне подошел отец, рано утром меня разбудил и говорит, поедем в церковь, сейчас окрестимся. Может быть, у тебя в жизни вот идет так все нехорошо, ненормально. То есть отец, который с вами никогда не разговаривал о Боге, вдруг приглашает воскреститься. Ну, наверное, он до этого говорил, потому что я помню, только не помню, до того или после того, когда он говорил, что о Боге не надо говорить плохо. Есть он, нет его, никто этого не знает. Это невозможно ни проверить, ни доказать. Как вот помните фильм «Берегись автомобиля». Там Деточкин продает автомобиль, и покупатель оказывается какой-то пастор в какой-то церкви, и он его спрашивает, неужели вы верите? Он говорит, все люди верят. Просто одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Ни то, ни другое, ни доказуемо. Вот и мне примерно отец так и говорил. Тут он говорит, давай окрестимся, поедем в церковь. И вдруг я подумал об этом, вот я сейчас приеду в церковь, что-то там со мной будут делать, вокруг люди. Нет, ни в какую. Это мне неудобно. А по мне подумают, что я ненормальный какой. Ну, такие у нас были взгляды. Нас так учили. Уже позднее я подумал, а может, правда, надо креститься? То есть вы уже сами к этому подошли? Да, приехав в Нижний Новгород, однажды я сказал своей матери, которая приехала ко мне в гости, я говорю, давай пойдем в церковь покреститься. Но я не рассчитывал, что она так резко согласится. А она вдруг говорит, давай. И отступать было некуда. И я пошел. Хотя священник там спрашивал, веру я или не верую? Я думал, что же ему сказать? Верю я или не верю? Я что-то не знаю. То есть вы приняли решение креститься, но так глубоко еще не размышляя об этом. Да, я совершенно не думал, что есть Бог, нет Бога, верить, не верить. Вот меня спрашивает священник, вы верите? И я думаю, что же ему сказать? Да откуда он знает? Верю я, не верю. Да скажу верю. Я пришел креститься, и ладно. Ну и сказал. Ну там, как обычно, что-то там помазали маслицем, что-то причитал он там. Окунули в купель головой, крестик повесили, свободен. И как ваша жизнь изменялась после этого? Я вот думал сначала, ну может быть все изменится. Ничего не изменилось. Как было все, так и шло своим чередом. Как я плыл по этой течению реки жизни, так и продолжал плыть. Уже позднее, когда все это стало открываться, и тут гласность, так сказать, пошла, стали свободно говорить о Боге. Церкви начали открывать. Там, где у меня живут родители, построили новый храм, придерживаясь тех образцов, которые когда-то строили, ну уже современную церковь. У нас появилась Библия, Евангелие. Но я не читал. Ну, открыл пару вас. То есть второй Евангелий уже в вашей жизни. Да, оно было у отца. Я приехал учиться, уже мне было 29 лет, я решил сменить профессию. Это вы приехали учиться на кого? На зубную технику. Он у меня, отец был зубным техникой, я все время сопротивлялся предложению, что иди учись на зубную технику, потому что я видел, как это работали зубные техники в советское время, что основную работу, заработок, они дома получали, на кухне работали. Мне это очень не нравилось. Но он у меня последние года перед пенсией работал в медучилище. Вел практику зубных техников. И вот он договорился однажды как-то с директором, там через дефициты, которые где-то как-то получал, как обычно это делалось. Пишет мне письмо, говорит, приезжай, я договорился. Есть возможность поступить, не поступишь, потом будешь жалеть. Время уходит. Ну, я решил, что я теряю, поеду. И вот там у него я впервые увидел на современном языке Евангелия. Ну, так, слегка читал что-то. Но появилась другая литература, где-то в газетах, в журналах. Вот в журнале, в частности, «Наука и жизнь», такой журнал, по-моему, тоже есть, выпускается, издается. Там было несколько глав из книги «Бытие». Мне это очень интересно, понравилось. Я, вот, Библию читал, я спал. То есть вы начали поиски свои. А я стал читать в журнале, я прям, меня это захватило. Ну, а в училище был преподаватель, который вел философию. Он был такой коммунистически настроенный человек, атеист. Он как-то стал говорить о вере в Бога с пренепряжением. В основном он говорил о священнослужителях, которые вот такие, они разодеты, там, со свечами, чего-то немедленно, ходят по храму, там, мажут этим кадилом, что-то дымят. Вот, ерундой занимаются. А мне захотелось в противовес этому говорить, ну, а вам какое дело? Ну, верят люди и верят. То есть вы вступили в спор с ним. Да. У нас из-за этого с ним вот был конфликт. Оказалось, что он, в общем-то, с отцом конфликтовал тоже, где-то на какой-то почве, там, по политическим соображениям. Ну, и на меня он тоже перенес это. Даже однажды к экзамену не допустил, хотя я действительно не был готов просто к тому, чтобы, как бы сказать, лицемерить, что ли. Там даже вопрос однажды задавал, мол, какой способ производства лучше, социалистически или капиталистически. Я сказал, ну, а пам как надо. Ну, говорю, вроде вы говорите, что социалистически лучше. Только тогда почему говорю? Вот при всех, при всем этом классе своем, этой группе, с ним такой конфликт вхожу. Почему тогда очереди? Почему такой дефицит, если это лучше? Почему так на Западе лучше живут? Ну, все-таки мы с ним как-то договорились. Но самое главное, что вот я стал искать даже литературу, где-то публикации, в которых говорится о Боге. В библиотеку зашел, нашел журнал, в котором несколько статей Александра Меня. Ну, известный священный служитель, который убили. Ну, и другой. Потом случайно купил в аэропорту книгу именно этого Александра Меня «Православное богослужение». Но больше всего мне там понравились его проповеди. А не то, что он расписывает, как там проводятся богослужения в храме и прочее, прочее. Мне интересовало, понравились его проповеди. Даже вот в училище, учась, этот преподаватель по философии, он однажды задал каждому учащемуся в группе какую-то тему подготовить, во что человек верит. Я не знаю, может быть, он провокационно это задал всем, каждому. Вот человек верит, допустим, в науку, в здравый смысл, еще во что-то. А тебе, говорит, вера в религию. Может, это тоже не случайно было, да, Виталий? И я подготовил проповедь. Я это воспринял так серьезно. Хотя один парень из группы говорил, ну, странные вообще-то темы. Ну, как можно верить в здравый смысл? Мы по здравому смыслу должны жить. Человек живет, сообразуясь со здравым смыслом. Уже позднее я подумал тоже, как верить в религию? Религий много, в какую? Вот верить в Бога, это понятно. А ведь верить в религию, это как-то странно. Что это такая вера может дать-то? Я подготовил, причем начал эту тему, свой доклад со слов песни Высоцкого. Все верят в Богомеда. Кто верит в Богомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса и так далее. А на самом деле, говорю, люди все равно во что-то верят. Потому что нет человека, который во что бы то ни верил. Вот вспомнил этот фильм про Деточкина. И я смотрю на зал, мы эти, значит, свои темы рассказывали в этом, как вахтовом зале. У нас не было отдельного класса как раз. Пришел еще, смотрю, сидит классный руководитель. И еще практику преподавателя, который проводил в моей подгруппе. И сидит вот с такими распахнутыми глазами, слушает. И этот преподаватель, который в философии ведет, он какой-то стушевался, говорит, давай короче. И в конце концов, я там подытожу, в общем-то, если человек верит, что в этом плохого? Если он верит, это по-доброму. Ну, это его право. Любой человек может иметь право верить в то, что он считает нужным, правильно. Ну, вот в таком плане я вам рассказал это. И я видел глаза всех. Я смотрю, они на меня смотрят так удивленно. Уже впоследствии, когда я в церковь ходил, я понял, что действительно я подготовил вот это выступление, как проповедь, по всем правилам проповеди. Первый ваша проповедь. Не зная об этом, да. И при этом он всем и соответствует. Хотя я не всю ее прочитал тогда, но вот именно так и получилось. Виталий, а вы можете сказать, что как-то ваша жизнь стала постепенно меняться? Вот с того момента, когда вы стали больше, может быть, думать о Боге, читать какую-то литературу, познавать его? То есть какие-то перемены заметили? Да, мне однажды на работе принесли книгу, небольшую книжечку, что-то о новом мировом порядке. Ну, я просто стал читать, и мне понравилось, что там написано. Там написано было о пророчествах из Библии и еще о том, о истории церкви. Причем не просто история церкви, она там вкратце была, а вот именно христианской церкви, начиная от Христа, его пришествия первого, и до самого конца, чем закончится вообще история человечества, история этого мира. И я стал искать еще литературу. Мне захотелось большего знать. Я не знаю, почему. Вот хочу знать больше, и все. Кто такой Бог? Я совершенно ничего не знал. Когда я читал Евангелие, мне захотелось прочитать это другим людям. И даже когда я читал кому-то, вот из родственников жены, это было так вот, потому что здесь моих родственников нет, в основном ее. И у меня слезы на глазах наворачивались, когда я читал, как вот Иисус поступал, как Он отвечал на вопросы. У меня гордость какая-то была за то, вот как Он находит вот эти ответы, как Он отвечает тем, кто хочет Его в чем-то подловить. Ну, а дальше я однажды включил телевизор, шла программа «Библейские пророчества». И ведущий, проповедник, там говорил о том, что написано в Библии. Его слушающие сидели тоже с Библией в руках, открыто. Я взял свою, открываю точную. Вот прям как написано, говорит. И я вдруг начал понимать некоторые тексты. Он объясняет. И в других местах уже, когда я сам читаю, я что-то тоже начинаю сравнивать. Не просто вот сравнивать, а с жизнью, с тем, что происходит в жизни. Даже вот интересная такая вещь получилась однажды. Я работал еще электриком, еще не уезжал учиться. На заводе как раз вот здесь все эти выборы с президентами, первых президентов, там с Горбачевым, с Ельциным. И на работе вот рабочие сидят в перерывах или там в перекурах, сидят что-то, обсуждают. Говорят, ну, не готовы мы еще перестраиваться. То не так, это не так, мы еще не доросли до этого. Я спрашиваю, слушайте, а когда мы будем готовы? Вот кто придет нас и подготовит? Кто скажет, вот ты готов, давай перестраивайся? И я посмотрел на одного, который вот это говорил, у него челюсть отвисла. Он говорит, да, а правда, наверное, сами должны готовиться. Просто об этом люди не думали. И говорили о том, что все так плохо. И я вспомнил, как по радио слушал историю исхода Израиля из Египта. Что Бог сказал, что пока не вырастет новое поколение, вы в обетованную землю не войдете. Пока не умрут те, кто был в Египте, кто помнил то, что там было. И я вдруг сравнил это с нашей ситуацией. То, что в нашей стране происходит, происходило в тот момент. И я им говорю, вот знаете, вот в Библии я слышал, вот по радио передавали, читали, что пока новое поколение не вырастет, так и будет плохо. А мы так и будем жаловаться, что никак у нас не выходит ничего. Мы будем все время вспоминать ту дешевую колбасу, что был хлеб там дешевый, что вот зарплата была такая, высокая как бы. Можно было что-то накопить, купить, чего-то. Да, нам порой сложно ставить прошлое и к чему-то к новому прийти. А вот молодые, которые сейчас, говорю, появляются, растут, они этого ничего не видели. И они будут по-другому смотреть на жизнь и будут по-другому жить. Они как раз и будут жить нормально. Виталий, расскажите немного о том, как ваша жизнь изменилась вот с того момента, когда вы пришли к Богу. То есть смогли ли вы избавиться от своих комплексов? Как-то, может быть, проблемы какие-то решились? Да, что-то начало меняться. Ну, вот у меня была одна проблема, которая, так скажем, с подросткового возраста тянулась, и от которой я никак не мог избавиться. Я чувствовал, что это плохо, это неправильно, ненормально, но не знал, как от этого избавиться. Это было как наркомания. Тоже зависимость своего рода. Я никому об этом не рассказывал, никогда. Никто об этом не знает. Это я, в общем-то, даже не хочется говорить об этом. И когда я был у врача, с которым пытался решить эту проблему, он оставил меня наедине с этой проблемой, сказав, что все нормально. Когда я впервые пришел в церковь, православный храм, на исповедь, мне жена предложила, говорит, по-видимому, исповедуемся перед Пасхой, причастимся. Я вроде как на веревочке привели меня. Ну, согласился. И вот я думал, я сейчас ему это скажу, и что-то изменится. Но он вообще промолчал. Он выслушал меня молча и ничего не сказал. То есть тоже как бы оставил наедине с этой проблемой. И вот когда я пришел через эти вот программы, библейские пророчества, нашел церковь, протестантская церковь, нетрадиционная, я никому не говорил об этом. Но уже через полгода я вдруг подумал, у меня нет больше этой проблемы. Она исчезла. То есть Бог меня избавил от нее. Я рассказал об этом одному только человеку. Со мной работал. Он был наркоманом. Я пытался ему помочь избавиться от зависимости. И я ему рассказал об этом. Но, к сожалению, он не прислушался. Он считал себя мусульманином. Он татарин. И его место в мечети. А там ему сказали, что пока ты сам не преодолеешь эту проблему. Он как рассказывал, приехал туда в мечеть попросить Коран, чтобы на нем поклясться, чтобы больше не колоться. Но ему сказали, пока ты сам не преодолеешь, я тебе Коран не дам. То есть тоже оставили наедине с этой проблемой. А здесь я избавился от проблем. Никому не рассказывать. Просто Бог знает об этом. И я обратился к нему. Я даже не знаю, я не говорил этих слов, что вот у меня есть такое. Мне просто стало стыдно перед ним. И это прошло. Это исчезло. Ну, а вот что касается комплекса того, что... То есть тянется с детства, да, у вас вот как раз после того времени, как вас оставили родители. Я нашел, каким образом общаться с людьми. Я не знаю, как это происходит, но вообще в жизни человека общение самое главное выходит. И у меня есть тема, о чем говорить. Тема, которая никогда не заканчивается. И она вечна, эта тема. И у любого человека какие-то проблемы бывают в жизни. Как их разрешить? Когда я разговариваю с каким-то человеком, я вдруг вижу, почему у него эта проблема. И я могу ему сказать, есть тот, который может тебе помочь. И никогда не оставить. И никогда не оставить, да. Наверное, особенно сравниваю с той ситуацией, которая у вас произошла в раннем детстве, да. Вы обрели Бога, который никогда не оставляет. К сожалению, завершается наша программа. И хотелось бы еще раз, дорогие друзья, вспомнить о том, что у нас есть Господь. Господь, который нас никогда не оставит. И которому мы можем прийти в любую минуту нашей жизни. В трудную, радостную. И Он нас всегда примет. Мы ждем ваши письма, звонки и, конечно же, новую встречу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова